Здравствуйте! С вами новости северного города. Смотрите в этом выпуске. Тюремный срок неизбежен. В городском суде слушается дело двухсерийных грабителей, которые несколько месяцев буквально терроризировали жительницы Норильска. По мне пришла мама в Кузне, она была уже расстроена в шуток. Ее ограбили на первом этаже в нашем подъезде. Повлияет ли авария на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе на стоимость бензина в Красноярском крае? Автовладельцы закупаются впрок, власти успокаивают. Исполняющий обязанности губернатора поставил две ключевые задачи. Первое, это не допустить дефицита топлива, связанного с этим ростом цен. И второе, это обеспечить северный завоз. Обещают, что станет крепче. Норильские дорожники намерены укреплять асфальт добавкой с включением особого полимера. И этот полимер используется даже при изготовлении бронежилетов. До 10 и 18 лет лишения свободы такие тюремные сроки грозят двум норильским серийным грабителям. Напомним, за несколько месяцев до Нового года в городе участились случаи нападения на женщин. Почерк разбойников особым разнообразием не отличался. Своих жертв они поджидали в подъезде, а затем, изрядно поколотив, отбирали личные вещи. Подробности из зала суда прямо сейчас. 7 января 2014 года. Зазвонил звонок в дверь. Я открыла дверь. Ко мне пришла мама в гости. Она была в очень расстроенных чувствах. Ее ограбили на первом этаже в нашем подъезде. У нас там есть дымофон. Было очень темно. Мне забрали сумку, в которой были сотовый телефон, косметики, наличные деньги, банковские карточки. Именно такой преступный промысел избрали двое разбойников, находящихся сейчас на скамье подсудимых. Несколько месяцев двое мужчин промышляли в Норильске серийным грабежом. Высматривали, а затем провожали до парадного входа свою добычу. Следствием установлено шесть таких эпизодов. Все они квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие преступления. Все они были совершены в зимнее время, в районе Нового года. В вечернее время выбирали подсудимые жертв. Чаще всего это были девушки, женщины. Следовали за ними до подъезда. Затем применяли в отношении их насилие. Вместе разбойный дуэт провел четыре грабежа. Еще два, в том числе дерзкий налет на квартиру с жестоким избиением хозяев, один из подсудимых совершил отдельно. Общее количество пострадавших от дерзких налетов семь человек. И каждый из них надеется, что правосудие восторжествует. Например, потерпевшая Надежда рассказывает, как зайдя в подъезд, встретилась с разбойниками. Повалив женщину на пол, они стали методично избивать ее. Добыча преступников составила всего 400 рублей. А вот лечение женщины теперь обойдется в куда большую сумму. А сейчас мне на лечение нужно 400 тысяч протезирования зубов, которые мне выбили. ГУБУ, которую мне нужно тоже 400 тысяч, которые у нас на иске даже операцию не делают. На суде выяснилось, что в дневное время подсудимые занимались отделочными работами в подрядной организации. А уже ночью вставали на кривую дорожку. Меж тем, частный предприниматель, на которого трудились подсудимые, имеет о них только положительные отзывы. Работники хорошие. Право, Беселев, он как бы отделочный хороший. Вот, а Попов, он как бы тоже работник хороший. Исправно ходили на работу, я как бы для себя веду, там, свои табеля, свои эти самые. То есть, на работу вовремя, с работы вовремя. Когда все потерпевшие будут допрошены, ходить и уходить с работы вовремя, подсудимые будут уже в колонии. Кстати, разбогатеть на грабежах разбойникам не удалось. Общая сумма похищенного – около 150 тысяч рублей. А за свои деяния им грозит до 10 и 18 лет лишения свободы. Михаил Чернов, Александр Вуори. Новости Северного города. Далее, главная краевая новость о трагедии на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. В ночь с воскресенья на понедельник там произошел пожар и прогремел взрыв. Шесть человек погибли, семеро в больницах. Судьба еще двоих неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы. С места события репортаж наших коллег из Красноярской телекомпании «Седьмой канал». Сигнал тревоги на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе прозвучал за 10 минут до полуночи. Сначала просто об утечке газа на газофракционирующей установке рядом с первым цехом. На место сразу же отправились заводские пожарные. И в этот момент прогремел взрыв. Они, к сожалению, приняли на себя первый удар. Три сотрудника данного подразделения погибли. Постоянно на данный момент 12 человек пострадали. Семь человек находятся в больнице. Пять человек погибли. Предположительно, под конструкциями находятся на данный момент три человека. Спустя несколько часов число погибших выросло до шести. Уже потом, когда пожар потушат, сообщат, произошла разгерметизация ректификационной колонны и возгорание на территории площадью с 400 квадратных метров. И пока никаких предварительных версий. Практически сразу на место трагедии прибыли врачи и психологи. Помощь оказывали и пострадавшим, и их родственникам. Кто первый шел, тот погиб. Кто где-то он, где-то второй или третий шел. Его ожог 60 процентов. Нога сломан. Нога сломан, накошил парня еще. Он сознание? Сознание, головок трех листов. Которого нет, который вытаскивал парнишку молодим. Брат, тот и вообще череп снесет. Родители и дети Николая Генина все утро стояли под окнами больницы. Сын пожарный прибыл в числе первых на ликвидацию аварии. Его и еще троих пострадавших с санавиации отправили в Красноярский ожоговый центр. Сейчас пока никаких прогнозов не дает. Ну дышит сам. Через полтора часа после случившегося пожар был локализован. К четырем утра ликвидирован. Спасателям удалось отстоять остальные ректификационные колонны и не допустить повторных взрывов. От заводской проходной, вот она за моей спиной, до эпицентра взрыва приблизительно 200 метров. И вот представьте себе, сила ударной волны была такова, что все случилось вот там внутри, а стекла выбилось здесь, снаружи. На место трагедии приехал исполняющий обязанности губернатора Виктор Толоконский. Принял участие в рабочем совещании, встретился с родственниками и уехал. На заводе сейчас работают 140 человек спасателей и 10 единиц тяжелой техники. Разгребают завалы. Взрывная волна покорежила пять зданий. У нас бытовка все разрушила, у нас все навалено. Паровую завесу включили, но такой силы был, то есть так давление поднялось, что там буквально люди увидели, но в самое уже последнее. То есть как бы секция 100 там уже остановились, но просто так никогда не было. Власти города уже пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Помощь будет окажется всесторонняя. Сейчас губернатор дал поручение. То есть правовая власть окажет помощь. Компания «Роснефть» не только кто погиб, но и пострадавшие. Кому-то требуется психолог, кому-то финансовое сопровождение. Естественно, полная помощь будет оказана и погибшим, и пострадавшим. И с 17 июня в Красноярском крае объявлен днем траура. Будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. В Ачинске решили не отмечать день города. Юлия Лебедева, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24. В связи с остановкой технологического процесса на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе красноярские автовладельцы боятся взлета цен на бензин. О такой неприятной возможности заявляют и владельцы работающих в крае автозаправочных станций, что заставляет красноярцев закупаться впрок. Вскоре закупать топливо, возможно, придется в Омске или Уфе, уверяет владелец сети АЗС Роман Гольдман. По его информации, на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе полностью разрушен цех первичной переработки нефти. А значит, и дальнейшее производство попросту невозможно. Роман считает, взлет цен неизбежен. На сегодня, да, цена будет выше. Когда, я не знаю. Насколько выше, зависит оттуда, откуда привезем и какая там будет на данный момент цена. Но это тысячи километров, да, это не 10 рублей, конечно. Впрочем, если стоимость бензина повысит хотя бы одна из сети автозаправочных станций, не исключено, что владельцы других АЗС сделают то же самое. Возможно, поэтому на заправках сегодня ажиотаж. В своей очереди водители ждут по 30 минут и более. Уверяют, покупать впрок бензин готовый. Платить больше за литр – нет. Ну, готовый сейчас платинга, которая есть. Я говорю, что не хотелось бы, чтобы повышалась. Я не готов платить даже такую сумму. Ну, это очень много. В Министерстве промышленности и торговли края спешат автолюбителей успокоить. Хоть Ачинский НПЗ поставляет 70% топлива в регион, это никак не повлияет на цены, по крайней мере, на частно-государственной сети АЗС. Исполняющий обязанности губернатора поставил две ключевые задачи. Первая – это не допустить дефицита топлива, связанного с этим роста цен. И второе – это обеспечить северный завоз. В настоящее время по ходовым позициям топлива сформирован красноярский нефтепродукт и запас на 30-40 дней. В случае нехватки этого запаса власти применят метод диверсификации, то есть переориентации рынка. Закупать топливо будем в Омске и Самаре. Руководители компании уже приняли решение, уже там дали команды соответствующим департаментам, что весь товарный запас Ачинского завода, он будет направлен исключительно на Красноярский край. Ни в какие другие регионы он вывозить, споставляться не будет. Исполняющий обязанности губернатора считает, ремонт цехов на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе может занять до нескольких месяцев. Пока стоимость самого популярного 92-го бензина в среднем составляет 30 рублей за литр. Вырастет ли цена за этот срок, покажет время. Ольга Хохлова, Сергей Раков, Александр Шевелев, Денис Денисов и Марат Мухаммедшин. Седьмой канал. Новости 24. Вопрос, не повлияет ли авария на Ачинском НПЗ на стоимость бензина в Норильске. Северный город сегодня задал одному из основных поставщиков топлива в наш город. Компания Арктур. Как сообщили нам в телефонном разговоре, ни перебоев с бензином, ни повышения цен на него в ближайшее время не предвидится. Хотя с выходом из строя Ачинского нефтеперерабатывающего завода ситуацию на рынке действительно трудно прогнозировать. Предприятие играет ключевую роль в регионе. Но что касается центов, в ближайшее время компания поднимать их не планирует. На автозаправках Арктур они даже снизятся. К примеру, самый ходовой 92-й вместо 38 рублей за литр будет стоить 36-37 рублей. Такая щедрость связана с тем, что до аварии норильский поставщик успел закупить уже 30% необходимого запаса топлива. А вот к концу сентября-октября корректировка цен не исключена. К этому времени будут закуплены оставшиеся 70% запаса топлива. Тогда и будет сформирована окончательная средняя цена на горючее в нашем городе. Сейчас короткая реклама, а сразу после нее смотрите. Обещают, что станет крепче. Норильские дорожники намерены укреплять асфальт добавкой с включением особого полимера. И этот полимер используется даже при изготовлении бронежилетов. Открылся новый огромный центр мебели «Ленский». Маленькие цены. Индивидуальный заказ. Бесплатная доставка. Центр мебели «Ленский». На Михаличенко 1. Покупайте мебель без забот. Всем-всем-всем. Грандиозная распродажа на Комсомольской 37. Только 21 и 22 июня. Тон торговли объявляет невероятный ценопад до 50%. Ликвидация товара. Бонусные акции. Скидки на все. Магазин «Электрик» – это огромный выбор качественного электрооборудования. Счетчики, автоматы, монтажные панели и трансформаторы. А также промышленные и бытовые обогреватели. Ждем вас по будням с 11 до 20 часов, а в воскресенье до 5 часов вечера на Павлова 20 в магазине «Электрик». В магазине «Мебель-студио» весенняя акция. Кухонный гарнитур – 9900 рублей. Спальный гарнитур – 25 тысяч рублей. Широкий ассортимент корпусной мебели. Изготовление мебели на заказ по приятной цене. Внимание! Количество акционного товара ограничено. Семейная консультация «Эрикон» рада сообщить норильчанам об открытии нового медицинского центра на Павлова 20. Помощь высококлассных специалистов в области стоматологии, урологии, кинекологии, хирургии, а также ультразвуковая диагностика. Ждем вас в медицинском центре «Эрикон» на Павлова 20. Санкт-Петербург – один из красивейших городов Европы. ЛСР «Недвижимость» предлагает квартиры в Санкт-Петербурге от 55 тысяч рублей за квадратный метр. ЛСР «Недвижимость» – 8 800 555 4466. Сайт gtsk.ru Такси «Северный город плюс». Билай 444. У вас ремонт? А у нас в Стройграде скидка 15% на все. Только 15 июня. Ждем вас по адресу Толнахская, 16. Магазин «Стройград». Всегда покупателям рад. Городское такси 48 48 48. В своем городе звони в городское такси 48 48 48. Рекламное агентство «Северный город». Эффективные носители – точный результат. С вами новости северного города. Продолжаем выпуск. В Норильске начался сезон больших дорожных работ. Запустили асфальтобетонный завод и приступили к асфальтировке уличнодорожных сетей. Дороги латают и по классической технологии, с применением новаций. Пока без контроля муниципальной дорожной лаборатории. Ее появление в городе ожидается 10 августа. Пока качество асфальтобетона на совести подрядчиков. Какие работы и где ведутся с подробностями Оксана Соколова. Асфальтоукладочная техника работает сейчас на юго-западном въезде в город. Дорожникам Иланы предстоит обновить асфальт на участке протяженностью 700 метров в направлении к городской ТЭЦ. Технология традиционная, а вот материал с добавлением специальной добавки форты. Это полимерное соединение в виде небольших гранул, которые добавляются в асфальтобетонную смесь. Применяли здесь ее по соседству в прошлом году. При приготовлении дорожного покрытия они раскрываются и становятся полимерными волокнами, которые должны работать как арматура в железобетоне и делать дорогу более износостойкой. В его составе полипропилен разных видов. И самое главное, в его составе серьезная такая добавка 20% полимера – аромид. Его торговое название в нашей стране – кевлар. И этот полимер используется даже при изготовлении бронежилетов. Мы наблюдаем за этим участком дороги. Практически отраженных трещин на нем за год прошел эксплуатации. И зимой, и летом, и вода здесь иногда текла. Ну, пока что не наблюдается. То есть, ну, есть предположение, что эта присадка дает обещанные результаты. Результат дорожников пока устраивает. И в этом году здесь, на трассе, эту спецдобавку тоже применяют. Еще один дорожный эксперимент этим летом будут проводить на Ленинском проспекте. Там обещают развернуть настоящий полигон для испытаний другой технологии – пропитки асфальтобетонного покрытия спецсоставами, продлевающими срок службы и межремонтный период асфальта. За счет этого предполагается увеличить плотность асфальта, снизить влагонасыщенность и продлить жизнь связующего элемента – битума, который со временем перестает быть вязким, твердеет, а потому и разрушается дорожное покрытие. Чтобы на протяжении всего межремонтного цикла состояние дороги было таким же, как и в первый год службы. Одно место мы пропитаем асфальт, который пролежал два года, как написано в рекомендациях. Один участок будет пропитан сразу же после окончания укладки нового асфальтобетона, и третий участок останется вообще без ничего. Вот такой вот сравнительный анализ проведем уже следующим летом. Остальные ремонты в городе будут проходить по классической технологии. Набережная Урландцева давно не видела ремонта, страдала от постоянных ремонтов коллекторов. На днях улицу отремонтировали на радость водителя. Ровное дорожное покрытие появилось на участке от автозаправки до поворота на молодежный проезд. Гарантийное обязательство дорожников – три года. Что же касается переделки работ на улице Федоровского в Толнахе, на которую обратил внимание властей Северный город, то там работы еще не начались. Говорят, подрядчику «Байкал-2000», сделавшему в прошлом году некачественную асфальтировку, совершить работу над ошибками пока мешает сырость. За свой счет восстанавливают дорогу, они будут в июле. И уже сейчас они же приступят к разбору кирпичных заплаток на Толнахской трассе. Их заменят асфальтобетонными. Оксана Соколова, Андрей Гришков. Новости северного города. Далее. Завидный подарок к празднику. Новые двухкомнатные квартиры в поселке Завидово на границе Тверской и Московской областей ко дню «Металлурга» получат 50 перспективных работников компании. Сегодня об этом говорилось на заседании комиссии, которая утверждает кандидатуры работников, претендующих на получение квартир в рамках корпоративных социальных программ «Наш дом» и «Мой дом». Сегодня мы распределяли, не распределяли, вернее, утверждали списки, обсуждали предложенные кандидатуры. 50 человек, 50 кандидатов для распределения квартир в Завидово. Это новый проект, очень такой престижный, очень, я бы сказал, даже знаковый. И мы хотим уже, и руководство компании предлагает распределить, выдать сертификаты, выдать ключи уже к дню «Металлурга». Проект со строительством жилья в Завидово стартовал в прошлом году. Сами же программы «Мой дом» и «Наш дом» действуют уже 4 года. За это время квартиры на материке получили около полутора тысяч работников. Как правило, это высококвалифицированные специалисты и рабочие, представляющие ценность для компании. Квота доводится до предприятий, собирается комиссия на предприятии, представляется несколько кандидатур. Затем локально на предприятии определяется один человек, и уже центральной комиссии мы фиксируем, да или нет по данному кандидату. Сегодня как раз была центральная комиссия, которая утвердила финальные списки. Условия программы в этом году остались неизменны. 50% стоимости жилья оплачивает компания, остальной работник с рассрочкой на 5-10 лет. Но пользоваться квартирой работник может с момента вступления в программу. Егор Туновский, Александр Вуори, новости с северного города. Техника безопасности остается главной темой для норильских производственников. Очередная проверка прошла недавно в основных дыхах Надеждинского завода, на чем акцентировали свое внимание проверяющие. Расскажем прямо сейчас. Как на Надежде соблюдает технику безопасности, проверяет комиссии и начинает с плавильного участка номер один. В порядке ли техническая документация, журнал первой ступени контроля, знает ли персонал главные правила безопасного труда. Шесть шагов безопасности перед выполнением работы. То есть это касаемо и наличия СИЗ, и состояния рабочего места. Человек перед тем, как прийти, то есть выполнять работу, он должен проанализировать. Безопасно ли место его? В случае отказа по какому телефону? 25-11-11. А это что за телефон? Телефон Google. Куда сообщать надо? А это куда сообщать? В отделах охраны труда. Если происходят какие-то нарушения. 25-11-11. Это телефон доверия Управления промышленной безопасности и охраны труда. Приступая к работе, каждый работник компании должен понимать свой наряд, сменное задание, должен знать все опасные факторы и риски на своем рабочем месте. В металлургическом цехе их, конечно же, предостаточно. Расплавы, загазованность, механизмы. Если металлург понимает, что условия не соответствуют нормам и требованиям безопасности, он вправе не приступать к работе до того момента, пока рабочее место не будет подготовлено к безопасной работе. Главное, не молчать о нарушениях. На втором плавильном участке загвоздка обнаружилась в отсутствии отметки о выполнении или устранении нарушений. И еще один недочет. Опасные ситуации не оценены должным образом. Не все замечания мастерами классифицируются. Мы разработали классификатор. По тому или иному замечанию можно будет определить, на что обратить внимание. Поэтому, конечно, необходимо, чтобы линейные руководители при выявлении замечаний по первой ступени контроля все это делали, выполняли. Проверяющие отметили еще также недостаточное количество предупреждающей и запрещающей маркировки по маршруту движения работников. В целом, комиссия не обнаружила каких-то внушительных нарушений. Но, тем не менее, на заводе считают, что толк от такого контроля определенно есть. Где-то свежим глазом высматриваются отдельные нарушения, замечания, которые при устранении могут требования безопасности на рабочих местах улучшить, усилить. То есть мы принимаем это вполне нормально, устраняем. И дальше в перспективе эти замечания переносим на другие цеха. И, соответственно, такие же аналогичные замечания своевременно устраняем. Оксана Соколова, Иван Усачев, новости северного города. Ну и напоследок, первый день настоящего лета в Норильске. Совпадение или нет, но ему предшествовал ледоход на Норилке. Он прошел сегодня ночью и хочется верить, что он принес в наш северный город лето надолго. Сейчас Норилка выглядит совершенно по-летнему. Изредка напоминают об ушедшей зиме, отставшие от основной ледовой массы проплывающие льдины. Да, выброшенные на берег куски льда. Здесь же сохнут на солнышке, готовые в любой момент пуститься в плавание лодки норильских рыбаков. Некоторые норильчане, радуясь первому летнему теплу и боясь упустить такой момент, устремились к воде. Вот такую пляжную картину сегодня можно было наблюдать у озера Долгого. Хотя место это не предназначено для отдыха, норильчан это не пугает. И судя по прогнозам портала Гесметео, теплые дни этим летом будут выпадать еще не раз. Но скорее всего только в июле. Метеопортал обещает сухой солнечный месяц с максимальной температурой от 15 до 23 градусов тепла. А вот оставшийся июнь обещает быть дождливым с перепадами температуры от 6 до 20 градусов. И это все, о чем мы хотели сообщить вам к этому часу. Если вы стали очевидцем чего-то важного и необычного, сделайте свою новость новостью целого города. Телефон нашей редакции 3849. До встречи. СПОНСОР МЕТЕОВЫПУСКА ЦЕНТР ОБУВИ ОЛЕАНДР ЛЕТО! В АЛЕАНДРЯ! Собираешься в отпуск? Возьми кусочек Норильска с собой! Самые яркие и сочные модели! Самые свежие и спелые материалы! И, конечно же, итальянские сумочки! Летнее поступление в Алиандре на Мира-5! В среду синоптическая ситуация в Центральной Сибири обусловится областью повышенного атмосферного давления, благодаря чему ожидается преобладание солнечной, сухой и по-летнему теплой погоды. Исключением станут самые северные и западные районы, где вдоль фронтальной системы протянется шлейф дождевых облаков. Солнечная активность, умеренное геомагнитное поле неустойчивое. Ночью в Норильске переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, температура воздуха в Норильске и Дудинке плюс 12, плюс 15. Днем в городе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный 5,10 метров в секунду, порывистая температура в Норильске плюс 20, плюс 23, в Дудинке плюс 21, плюс 24. Субтитры делал DimaTorzok